Четвертый В-класс, Павушкина Настя, проект называется Хура, либо Динамитное Дерево. Хура, взрывающееся или более известное под названием Динамитное Дерево, произрастает в тропиках Северной и Южной Америки, а также в величественных и таинственных джунглях Амазонии. Это дерево невозможно спутать ни с каким другим, несмотря на обилие растений в тех местах. Дело в том, что весь ствол Хура покрыт толстыми длинными шипами. Это первая особенность этого необычного дерева. Хура – это высокое красивое дерево, достигающее 60 метров в высоту и отхвата ствола до полутора метров. Но главная особенность Хуры – это ее плоды, точнее их поведение. Плоды этого дерева представляют собой капсулу, похожую на маленькую тыкву, диаметром примерно 5-8 сантиметров. Внутри тыквочки, разделенные 16 перегородками, изначально имеют светло-зеленый цвет и мягкий на ощупь. По мере созревания плоды примеряют коричневый цвет и становятся довольно твердыми. Вот тут и наступает момент, за какое это дерево и прозвали дерево-динамит. Дело в том, что при полном созревании плоды натурально взрываются с оглушительным крохотом ручной гранаты, и разбрасывают свои семена на расстояние до 100 метров со скоростью 30-50 метров в секунду. Таким агрессивным способом хуры разбрасывают свои семена как можно дальше, пытаясь захватить все новые территории. Дерево-динамит за свою жизнь выделяет значительное количество ядовитого сока. Кроме свойств токсина, этот сок также разъедает кожу и слизистую. Попугай Ара, пожалуй, единственный представитель фауны. Который активно употребляет на спелые ядовитые плоды хуры в пищу. Они разрывают своим довольно мощным клювом плоды и поедают семена динамитного дерева. После каждой такой трапезы, которая стала бы однозначно последней в жизни любого другого животного или птицы. Попугаи летят на берег реки. Здесь они глотают одну им известную особую глину, которая инвентализует действие сильнейшего токсина. На территории Украины можно выращивать это удивительное дерево. Только в южных регионах хура легко выдержит сквозняки. А вот морозы она перенесет лишь до минус 10-12. Что, впрочем, и не так мало для тропического дерева. Продолжение следует...